Здравствуйте, уважаемые любители киберспорта, Старкрафта в частности. Мы сейчас пообщаемся с Кагуаром. Поздравляем с победой в полуфинале. Спасибо, это было непросто. Ну да, посмотрели. Прогноз 3.1, ты имел ввиду в свою пользу или в пользу Кинкобра, когда на сцене вы выходили? Мы так и не поняли. В свою, в свою. Я считал, что я готов к Кинкобре, но все-таки недооценил то, что я играть в чизы не умею, а он от чизов отбивается умеет своим билдом. В итоге, когда он его играл, а я его пытался чизить, он выиграл легко и просто. Складывается мое неумение, его умение. Когда были другие игры, все в порядке. Насколько сильно ты готовился перед матчем? То есть ты смотрел ли демки, что там по майнгеймсам или по ситуации реагировал? Ну, я примерно знал, как Кинкобра играет и видел, например, его игры со Стрэнджевым на отборочках к нынешнему сезону ESL Pro Tour. И, в принципе, предполагал примерно такие же игры, но все-таки хотел сыграть один или два чизочка. И вот они получились не очень хорошо. Я думал, что все, уже кончено, но тут Кинкобра приехал фотонить. Он обещал, что хотя бы один раз зафотонит. Ну, я был готов, я признал, что на этой карте фотонит. Спасибо Hellraiser, он мне показывал еще, когда эта карта только появилась, это место для фотона. В принципе, ну, просто повезло, в конце концов. На пятую карту было... пятая карта уже была хорошо. Проигрывать 3-1 самому не хотелось. Между матчами показывали обоих игроков. Кинкобра волновался, это было видно. Он и перед матчем говорил, что это первый его выход на сцену, и ему сложновато с нервами слободать. Ну, у него спросим потом, как на самом деле. Но по тебе не скажешь, что ты сильно переживал? Или все-таки переживал? Или у тебя, в принципе, такое выражение лица постоянно? Ну, я говорю, у меня самая... Это моя отрицательная черта, потому что я вот просто... Я не чувствовал, что я сейчас сыграю и все. Я точнее, наоборот, я это чувствовал, и мне как-то было... Ну, сыграю, вылечу. И такой киваю, киваю, а потом понимаю, что это нехорошо. Это вот где-то к четвертой карте я это понял. Волноваться я не стал. Я начал меньше руками. Обычно я больше руками стучу, а сейчас наоборот меньше. И вот в итоге как-то расстроился. Я сильно расстроился где-то к четвертой карте. Но это просто не так не выражается. Я наоборот, понурой такой становлюсь. Вот так. Насколько в целом настроение влияет на уровень твоей игры? Очень сильно. Я игрок чисто настроения. Когда хорошо идет, тогда хорошо идет. Когда не настроено, я не знаю что, я просто не знаю даже в какую сторону настраиваться. Но если не настроен, то это катастрофа. И это и к онлайн-турнирам, это ко всему? Везде, везде, абсолютно везде. Хорошо. У тебя сейчас работа основная. Ты не стримишь, поэтому... Да, именно так. Мне после работы как-то тяжело. Не хочется тратить время на стримы. Я могу поиграть в свое удовольствие. И у меня не только работа, но и другие хобби есть. Какие? Перевод с японского, нашей бульварной литературы в аниме-стиле, можно сказать. Отлично, продолжай. Что, простите, ну просто перевожу. Это не претензия? Нет, ну... Рассказать? Ну давайте прорекламируем сайт. Ruranoby.ru Всем привет, Рура! Рура, привет! Или там другим голосом надо? Не знаю. Окей. Хорошо. Основная работа это где? Ну, фирма я называть не хочу. Она сама справится, узнает. А так, это фирма по производству приборов безопасности для грузоподъемной техники и по ремонту грузоподъемной техники. Я занимаюсь приборами безопасности. Понятно. Ничего не понятно, но окей. Сколько ты... Ты же периодически уходил, насколько я понимаю, да? Возвращался или у тебя не было пауз в тренировочном процессе? Ну, у меня бывали паузы там по месяцу, по два на какие-нибудь там на диплом, это три года назад было. Бывали паузы, когда я больше играл в аниме-игры, чем в StarCraft. Это тоже такое было. Но так я всегда... Ну, такой минимальный уровень я стараюсь держать. И минимальный уровень и по тренировке. Там 5-10 там игр, я не знаю, в неделю. Ну, не в неделю там. Не, не могу в цифрах сказать. Но просто минимальный уровень поддерживаю. Классно. Какие аниме ты можешь порекомендовать братьям-протосам? Ну, учитывая, что у вас приблизительно одинаковые вкусы. Нет, давайте не будем про рекомендации. Мой выбор слишком странный бывает. Нет, нет, нет. Не только не про... Хорошо. Я не хочу выдумывать и вспоминать на скорость. А интервью это всегда на скорость. Не хочу вспоминать. Я могу их выдумать, но не хочу. Окей, хорошо. Что тебе нравится, кроме Старкрафта и аниме? Ну, я вот сейчас закупаюсь литературой именно там... Ну, не переводческой. Переводческой это понятно по переводу аниме больше. А вот часть психология, часть политика. Я политической тоже литературу читаю. Вот это вот все. Красава. Так, хорошо. К стримам ты не собираешься возвращаться? Это просто тяжело морально. И время, и не тренировка это получается. Лучше в свое удовольствие. Может быть, я пару раз постримлю, но вряд ли это будет часто. Ясно, понял. Жалко. И жалко. Я посматривал. Тебя, Стрэнджа. Ну, Стрэнджа тоже смотрю. Я Стрэнджа тоже смотрю. Приятно смотреть. Согласен. Хорошо. Я не очень хочу тебя мучить. Уже, в принципе, понятен круг интересов. Какие у тебя планы по профессиональному Старкрафту? Будет ли какое-то изменение, например, в подходе? Или тебя устраивает текущая ситуация, что у тебя есть основной вид деятельности, что у тебя есть хобби одно, хобби второе, хобби третье? И ты не хочешь, чтобы Старкрафт у тебя занимал большую часть, чем он занимает сейчас? Ну, я никогда не хотел становиться прям прогеймером прогеймером. Я всегда знал, что это у меня как хобби будет, и поэтому меня, в принципе, на нынешний уровень устраивает то, что у меня получилось в том году пройти на чемпионате до второго места, и вот сейчас уже прошел до финала, это большая удача, можно сказать. То есть это ни в коем случае не говорит, что я плохо играю, но все-таки мне во многом повезло. И, надо говорить, хак в том году, ну, в принципе, если будет получаться, буду играть. Не будет получаться, не буду. Мне это не как-то, вот по минимуму, по минимуму. Сколько есть, столько есть. Понял. Процесс будет тот же самый. Окей, хорошо. Большое спасибо тебе за интервью. Надеюсь, что все у тебя получится. И в переводах, и в... Но все-таки, вот напоследок, ну, чтобы порадовать просто общественность, и я тоже периодически аниме смотрю, одно аниме порекомендую, точнее, на твой вкус. Дайте все-таки подумаю. Я думал, что могу сказать давным-давно, когда я еще смотрел именно анимешки-анимешки, именно только аниме, не читал, тогда можно я, вот, попса-попсой, но Вальврейф-Освободитель. По-моему, так оно называется. Вальврейф. Вот, два сезона. А лучше я рекомендую почитать мой перевод. Книжка «Сумеречный песнопевец». Вот его я люблю и обожаю. Это мой перевод, я его не зря переводил. Обожаю. Красава. Спасибо большое тебе за интервью. Отлично. Будем читать, смотреть. Спасибо.